Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в четверг. Меня зовут, наконец, Александр. Завершение торговой недели. Четверг и пятница с вами проведу я. Артем Деев к нам вернется уже с понедельника. Давайте тогда обсудим текущее событие сегодняшнего дня. В первую очередь хочется отметить, что уже через некоторое время выйдет отчет по ВВП Германии за второй квартал и статистика, точнее прогнозное значение сейчас на уровне минус 9 процентов по отношению к предыдущему году. Да, статистика далеко не лучшая, но тем не менее, если посмотреть статистику в США по также ВВП, которая сегодня выйдет в 15-30, то динамика Германии не такая уж и пугающая, потому что прогнозное значение по ВВП США за второй квартал составляет минус 34 процента. Это очень высокое значение. Не знаю, является ли оно рекордным, но это в любом случае очень негативная новость для американского доллара. Также в 15-30 ожидается выход статистики на это число заявок на первичное пособие по безработице. Если смотреть прогнозы, значение оно на уровне 1 миллион 450 тысяч. И вчера по итогам пресс-конференции ФОМС Пауэлл заявил, что безработных в стране остается больше. Сейчас число заявок растет. И вернуться к значению, которое было до пандемии, будет сложно. Вот именно в текущих реалиях необходимо, чтобы улучшалась ситуация с коронавирусом. Какая ситуация сейчас с коронавирусом в США, мы с вами прекрасно понимаем, поскольку практически ежедневно выходит статистика о том, что США бьют дневные рекорды по новым зараженным, поэтому в любом случае для американской валюты сейчас не лучшее время и ожидаем до конца недели также ослабление по отношению к основным валютным парам. Также хотелось бы отметить, что сегодня в 17-30 выйдет отчет статистика по запасам природного газа. Кстати, такая статистика выходит каждую неделю. Вот в прошлый раз она выходила в прошлый четверг, также в 17-30. И на фоне данной статистики, если посмотреть график натурального газа, то он достаточно сильно вырос. Сейчас мы опять-таки можем увидеть, что добыча природного газа также сократилась. И я в целом ожидаю, что натуральный газ на этом фоне может опять вырасти до 2 долларов и, я думаю, даже выше в перспективе. По основным инструментам, такие как евро-доллар. Буквально вчера цена протестировала отметку 1.18. Сейчас что евро-доллар, что фунт-доллар. Фунт-доллар вчера протестировал отметку 1.30. Цена находится в коррекции. В целом, на фоне текущего фундамента о том, что американская валюта будет слабеть, я жду, что евро-доллар и фунт-доллар будут тестировать новые максимумы. Следующая цель по евро-доллару это 1.19, по фунт-доллару 1.31. Если говорить по ситуации с золотом, золото сейчас также в коррекции. Первая цель это 2 тысячи долларов и в перспективе нескольких недель 2 тысячи 100 и выше. В принципе, ключевые события на сегодняшний день мы с вами точно разобрали. Вам хочу пожелать успешной торговли, и всего наилучшего!